Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Под прошлым роликом мы собрали полторы тысячи лайков. Давайте в этот раз побьем этот рекорд и в честь нового года сделаем максимальное количество лайков. Поставь лайк на этот видос и твой новый год будет лучше предыдущего. Обязательно это сделай. Но если проигнорируешь, то конечно не будет. Поставь лайк, дружище. Хе-хе, ребята, я придумал новый способ поприкалываться в онлайне. И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру Симулятор автомобиля номер 2. Но перед тем, как мы начнем, я конечно же хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. В общем, дорогие друзья, как вы могли понять по прикольной картинке этого ролика. И потому, что я сказал в начале, да, сегодня мы создадим реально прикольную тачку, с помощью которой мы сможем поприкалываться в онлайне. Мы сделаем такой катюнинг, который сможет развеселить и даже каким-то образом дать посмеяться другим игрокам в онлайне. Для этого нам нужно будет взять вот такой вот прекрасный хаммер, новый электронный. Ну как новый? Он уже вышел, наверное, год назад. Как раз и да, вот, наверное, он в феврале и вышел. Реально, ребят, уже год прошел. Если он у вас грязный, как у меня, то, конечно же, его нужно будет помыть. И после чего поехать в наш замечательный автосервис. И перед тем, как заезжать в автосервис, нам нужно будет, конечно же, заехать в автозвук. То есть нам нужно, дорогие друзья, будет купить себе новые колонки, которые мы поставим на автомобиль. Поэтому для этого, дорогие друзья, мы берем с вами вместе вот таким вот образом едем к автосервису. Да, нам нужно будет сначала заезжать, конечно же, в автозвук. Как раз таки он, если не ошибаюсь, он находится на этой улице. Поэтому сейчас, я думаю, будет не проблема заехать. Да, вот он, этот автозвук. Его поставили как раз таки вот тут. Заходим в него. И вот тут, дорогие друзья, нам нужно будет купить замечательную колонку, которая будет выглядеть похоже на какого-то робота. Вот так вот берем эту колонку, после чего выбираем ей цвет, который будет подходить под наш салон. Поэтому давайте выбираем цвет этого тюнинга. К примеру, какой-нибудь вот такой вот оранжевый. То есть нам нужно, чтобы он подходил под кузов салона. То есть вот таким вот образом мы делаем, к примеру, вот такой желтый салон. Далее, можно по приколу сделать и подсветку. Почему бы и нет, только подсветка почему-то не показывается вообще. Но окей. А нет, она есть. Поэтому давайте что, сделаем вот такую вот оранжевую. Тоже под стиль машины. Я не буду ее сильно переделывать, там красить, что-то там творить. Но окей, вы видите, что у нас получилось. У нас уже есть, в принципе, вот такой вот сабвуфер, который очень сильно похож на глаза. Теперь мы с вами едем в покрасочную для того, чтобы поставить сюда теперь тюнинг в виде, собственно говоря, наклеек, новых винил. Из которых мы сделаем, дорогие друзья, вот что. Давайте поглядим. Идем в заднюю часть тачки, к этой крышке багажника. Далее, мы с вами берем и находим, нам нужны будут такие квадратики. Мы, в принципе, делаем вот такие вот штукенции. То есть, можно, в принципе, сделать улыбку, можно сделать что-нибудь другое. То есть, я сейчас, в принципе, попробую сделать улыбочку, которая, надеюсь, у нас получится. Потому что я думаю, что это будет, в принципе, возможно, сложно, возможно, не сложно. Но все это нужно пофиксить, потестить, попробовать поприкалываться. То есть, для начала, я не знаю, может было попробовать улыбку, но так, мы можем взять вот такой вот круг, к примеру. Да, у нас выходит пока что стрёмно. Я думаю, что это будет повеселее, поприкольней. То есть, как улыбочку сделать. Возможно, это даже и получится сделать. Но пока что я еще не понимаю просто, чё почем и какой хоккей тут с мячом. Окей. Давайте берем вот так вот рожицу. Далее, дорогие друзья, мы с вами делаем далее что. Берем теперь круг такой же и заливаем его белым. То есть, хотя для начала нужно было сделать круг, я думаю, что было бы это правильнее. То есть, мы бы взяли с вами кружок, а потом бы уже нанесли вот ту штукенцу. Окей. Давайте делаем вот так круг. Далее. Повторяем еще раз вот этот. Собственно говоря, штукенцу нашу. Да, вот теперь вроде бы круг наш находится сверху этого... Точнее, обводка находится сверху круга. Окей. Я вообще смогу вас запутать. Поэтому, ребят, не обижайтесь. Потому что я сам пока что не понимаю, чё и как происходит. Окей. Теперь мы с вами вот так вот делаем вот такую вот решеточку. В принципе, вот такую вот верхнюю часть нашего рта. Которая будет вот так смотреться. И теперь мы делаем зубки. То есть, в принципе, я думаю, будет прикольненько это делать. То есть, вот таким вот образом мы добавляем палочки, которые будут для нас служить некими зубками. То есть, вот таким вот образом мы будем создавать непосредственно рот этого смайлика, который будет смеяться и угорать. Окей. То есть, мы вот так вот это делаем. И после чего финальным штрихом у нас будет оставаться это закрыть вот эти артефакты, которые мы накидали сверху. То есть, то, что нам не нужно, то, что мы уже, в принципе, нарисовали. Нам нужно теперь закрыть по одинаковым, похожим цветам на тот, который у нас есть. Теперь у нас должно получиться что-то вот такое вот. И, как по мне, получилось что-то довольно-таки очень сильно прикольное. Я не знаю, как это будет смотреть со стороны, дорогие друзья. Но я думаю, что сейчас стоит зайти в онлайн и даже поприкалываться, ребят. Просто посмотрите, что мы создали. Это реально жесть. Окей. Теперь давайте зайдем в онлайн, поприкалываемся над игроками в приватной комнате. Надеюсь, кто-нибудь будет сидеть или сейчас никого нету. Да. То есть, в принципе, сейчас никого тут нет. Окей. Тогда мы сами заходим на язык системы русский и смотрим, кто там есть. И глянем на это. Опа. Тут действительно что-то много игроков. Давайте глянем, кто тут. И будем вот так ездить сзади ходом к вот этим чувакам. Ну-ка, опер. А тут стоят опера. Вот тут что-то общаются. И давайте посмотрим, что они будут говорить. Возможно, они заметят этот смайлик. Потому что действительно очень смешно. Так, пока еще никто не видит. Давайте еще повеселимся тут чуть-чуть и покатаемся. То есть, возможно, меня не заметят. Так, где сап купить? О, собственно говоря, уже начали видеть. Только я не понимаю, что начинают писать. Пока что тут никто этого не оценил. Никто не понимает, что это происходит. Тачку особо не видят. И, блин, что-то особо никто не замечает. Да, видимо, никто не понимает, что это за прикол. Окей, давайте отключимся. Подключимся еще раз к какому-нибудь языку системы. И посмотрим, кто как троллит. Хотя нет, видимо, я только к одному месту и могу подключиться. Видимо, это один сервак, который есть на данный момент у нас в игре. Окей, ладненько. То есть, походу, никто из игроков не палит сильно на этот смайлик. Никто его не замечает. Ну-ка, видимо, сильно никакой реакции нет. Хотя вот чувак встал. Он не понял, видимо, что это за прикол. Он увидел этот смайлик. И не понимает. Давайте ехать впереди него. И вот так показывать ему этот смайлик. Но он меня, видимо, испугался. И остановился куда-то на улице. Все. Кстати, у него тюнинг очень прикольный. Вижу в виде кожи змеи. Блин, это очень круто так. Но пока никто, собственно говоря, не обращает внимания на этот... Действительно, ну, как по мне, смешной и прикольный тюнинг. Ну, точнее, покраску винила. Да, видимо, никто не заметил это. И пока что не понимает. Ну, как по мне, все равно получилось прикольно. Но я думаю, что если у вас, дорогие друзья, получится такое же, обязательно записывайте такие приколы и отправляйте мне в группу, где, собственно говоря, мы с вами это все уже посмотрим. Обязательно переходите по ссылочке в описании. Заходите в мой телеграм-канал. И там, я думаю, вы найдете место, куда вы можете отправить. Просто в комментарии отправляйте свои такие же тюнинги, у кого получилась такая же тачка. И после чего отправляйте тоже реакцию людей. Посмотрим, запустим вот такой вот прикол в симулятор автомобиля 2. Как по мне, будет прикольно. Поэтому, дорогие друзья, кодовое слово в этом ролике будет смайлик. Все, кто напишет слово смайлик, обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну, а с вами был, как всегда, я ваш любимый Лич. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем до скорых встреч!